Истец просит выселить из своей наследственной квартиры любовницу отца. Ответчик утверждает, что ей некуда идти, и просит продлить право пользования квартирой. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Добрый день, уважаемый суд. Меня зовут Железнякова Дарья Максимовна. И я бы хотела выдвинуть иск о прекращении регистрационного учета, прекращении права пользования квартирой и выселении вот этой женщины. Около года назад умерла моя мать, Крохина Людмила Семеновна. Вот, пожалуйста, у меня есть свидетельство о смерти. На данный момент я единственная наследница квартиры, так как я являюсь дочерью. Дело в том, что совсем недавно я обратилась в суд для того, чтобы мне восстановили мою возможность вхождения в наследство. И суд удовлетворил мое решение. Вот, пожалуйста, тут есть тоже все бумаги. Вступить в наследство раньше я не могла, потому что на протяжении нескольких лет я уже живу в Китае. И на момент смерти моей матери я была глубоко беременна на поздних сроках. И беременность протекала очень тяжело, и в конечном итоге у меня случился выкидыш. И я очень долго восстанавливалась от этого, и, собственно, приехать я не смогла. То есть вы пропустили срок для вступления в наследство, и суд вам его восстановил? Да, да, совсем недавно. Вы унаследовали всю квартиру целиком? Да, всю квартиру целиком. То есть вся квартира принадлежала вашей маме? Да, все верно. Когда я приехала, я узнала от соседей, что на протяжении нескольких лет в этой квартире проживает Воронова Галина. Эта женщина всегда крутилась около моей семьи. Она была подругой моей матери. Я помню, как-то раз в детстве, Ваша честь, я случайно зашла в комнату к отцу и увидела, что тетя Галя целуется с моим отцом. И, естественно, я подошла к маме, сказала ей об этом, на что мама ответила мне, что я все знаю, пожалуйста, не влезай в это. А как я, как я, уважаемый суд, могу не влезать в дела своей семьи? Ведь я тоже ее часть. Я поступила в университет, занялась учебой. Все очень хорошо закончила, и после окончания университета я уехала учиться в Китай. Мне предложили очень хорошую работу. Сначала умер мой отец. Ты даже на похороны не созволила приехать, красавица. Ваша честь, у меня на тот момент было очень много работы. Плюс у меня своя семья. И перелеты, это очень тяжело. Я все еще отходила от моей прервавшейся беременности. Это очень большой удар для женщины. Я думаю, вы можете меня понять. Хорошо, вы не приехали на похороны отца и не были вообще в стране, да, все это время? Нет, вообще не была. Потом умерла ваша мама. Да, все верно. Вы тоже не приехали. Тоже не приехала. Не успели вступить в права на следствие, потом вступили. Да, я вступила в права. И сейчас эта квартира у вас в собственности, правильно? Да, да. Эта квартира в моей собственности находится в сайте. Поясните мне, пожалуйста, на каком основании ответчишца проживает в этой квартире? Видите ли, дело в том, что соседи рассказали мне, что моя мать вписала Воронову, Галину в эту квартиру. Вписала в качестве кого? Зарегистрировала? Да, зарегистрировала. Или у нее есть доля в этой квартире? Зарегистрировала в качестве жильца этой квартиры. И что, они проживали вместе? Да. После смерти отца? Да, они проживали вместе в течение трех лет. После смерти моего отца. То есть ты понимаешь, что это о чем ты говоришь? А теперь вы после того, как стали собственником квартиры, хотите, чтобы ответчица покинула помещение? Конечно, хочу. Ведь я же теперь собственница. Понятно. Документы передайте, пожалуйста. Да, конечно. Возьмите, пожалуйста. Когда мама умирала, ты не помнила о том, что я с ней живу. Правда? Три года. Три года я с ней не училась. Ваша честь, я считаю, что могло произойти все, что угодно. Эта женщина могла подмешать моим родителям все, что угодно. Поэтому они так рапокрасивно и скончались. Естественно, мы не будем с вами об этом здесь рассуждать, потому что если у вас есть какие-то сомнения на этот счет, вы можете обратиться в правоохранительные органы и просить возбудить уголовное дело, провести проверку. Гражданский суд не устанавливает вину в преступлении. Но вскрытие же было, показано, что у нее рак кишечника. Еще раз говорю, мы не будем это обсуждать здесь. Прошу прощения. Выписка из домовой книги. То есть вы прописаны в этой квартире, да, зарегистрированы? Да, да. И, соответственно, зарегистрирована Воронова Галина Владимировна. Пожалуйста, Галина Владимировна, я вас слушаю. Ваше отношение к иску? Ваша честь, с иском я не согласна. И я подала встречный иск с тем, чтобы мне продлили регистрацию еще на год. Постараюсь объяснить, почему. Я не посторонний человек в семье Крохиных. И поскольку Дашенька уже давно выросла, я теперь могу сказать все как есть. Я не подруга ее матери. Я долгие годы была любовницей ее отца. Мы 17 лет были вместе. Когда мы познакомились, он скрыл факт того, что он женат. А когда все выяснилось, мы просто не в силах были расстаться, потому что любили друг друга сильно. И вот началось. Он не уходил из семьи, потому что то Дашенька болеет, то жена, то Даша школу должна закончить, то Даша должна закончить институт. Я ждала. Ну и в итоге Дашенька благополучно закончила институт, уехала за границу. А Люся вынуждена была смириться с моим присутствием в жизни, потому что он ничего не мог сделать. Мы любили друг друга действительно, а к ней было только чувство долга. И мы даже подружились в некой мере. Даже когда Макс задерживался, она мне звонила иной раз и интересовалась, не у меня ли он. Максим умер три года назад. Мы хоронили его вдвоем по обе стороны от гроба и на правах двух жен. После его смерти Люся сильно заболела. Заболела страшно, тяжело, у нее был рак кишечника, и поскольку она была очень закрытым человеком, я ухаживала за ней. Сначала приезжала, а потом я к ней переехала, и она меня зарегистрировала. Причем обещала написать на меня завещание, потому что дочь не приехала на похороны отца, и как бы вообще мало принимала участия в жизни оставшейся одной матери. Когда Люся умерла, я Дашеньке писала и звонила, сообщить о трагедии. Но Даша проигнорировала эту новость. Я хоронила Люсю одна на свои деньги, все организовала, и достойно они в одной могиле с Максом лежат. Я осталась жить в этой квартире, потому что я без жилья. У вас нет жилья вообще? Нет жилья вообще. А где же вы проживали до того? Максим снимал квартиру, в которой мы встречались вместе. И потом я переехала и три года жила с Люсей. Ваша честь, я считаю, что я приложила все усилия для того, чтобы сохранить эту семью, потому что если бы Максим ушел от меня, неизвестно, что было бы и как вообще закончилась бы их семейная история с Люсей. Я положила свою жизнь на то, чтобы Дашенька хорошо отучилась, получила образование, чтобы все были дружны, чтобы все были счастливы и довольны. В итоге пострадала я. И поэтому я, Ваша честь, прошу только об одном, чтобы Даша дала мне возможность год прожить в этой квартире, пока мой брат, он живет в квартире наших родителей со своей семьей, и он обещал отдать мне деньги, чтобы я могла решить свой жилищный вопрос. Так все-таки у вас есть доля в квартире? Доля в квартире моих родителей, в которой живет брат. А в этой квартире Люсиной... Родители умерли? У вас есть одна-вторая доля в квартире, правильно? Да. В квартире живет брат, у него большая семья. То есть у вас есть жилье? Просто там живет ваш брат. А квартира какая? Квартира двухкомнатная, но он живет с женой и двумя детьми. То есть там физически невозможно расположиться. Что скажете, истец? Вы не собираетесь в Китай возвращаться? Я собираюсь. Я хочу просто продать эту квартиру и вернуться в Китай, где сейчас вся моя нормальная жизнь, работа, друзья, семья. Ну, а вы не можете пойти навстречу женщине, которая последние годы была рядом с вашей матерью, хоронила ее, ухаживала за ней? Хотя бы на какой-то срок, может быть, вы согласны? А почему я должна ей помогать? Ее никто не просил помогать моей матери. Она могла спокойно заняться своим делом. Она не могла ходить, и я за ней ухаживала. Ты что, моя мать, что-то лучше? Сейчас речь не идет о том, почему, не почему. Я просто задаю вам вопрос, потому что иногда любой судебный спор можно решить по-человечески и на что-то согласиться, и пойти на какие-то уступки, хоть на какие-то, для того, чтобы сохранить добрые отношения. Потому что я понимаю вашу обиду, хотя то, что происходило в семье между вашим отцом, мамой и Галиной Владимировной, он к вам, в принципе, не имеет никакого отношения, потому что ваша мама приняла эту ситуацию. И ваши вот эти детские обиды, они здесь, в общем-то, ни при чем. У ответчицы жизненное обстоятельство, которое, безусловно, суд будет учитывать при вынесении решения. Но мне важно знать ваше мнение. Может быть, вы согласитесь на какие-то уступки, пусть не на год, но, может быть, на какой-то срок. Вы же не сию секунду продадите квартиру завтра. У вас есть уже покупатель? Нет, покупателя еще нет. Вот поэтому я вам задаю этот вопрос. Согласны ли вы? Если нет, значит, так и запишем. Нет, я не согласна. Не согласна. Потому что я наследница. Я хочу полностью вступить в наследство в эту квартиру, чтобы эту женщину выселили оттуда. Я поняла вас. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Он все про выгоду говорит. Выгода, выгода. Да только выгода. Для него одного получается. Для него одного. Женщина сообщает о поступках своего мужа, которые вывели ее из себя и подтолкнули к неадекватным действиям. Кто прав в семейном конфликте, узнаем в суде. А интима у нее с ними, конечно, не было. Спала она только со мной. Со мной она спала. Нет, голубчики, я ее законный супруг. И все было у нас как положено. А вот и не подеретесь. Любовь женщины к трем мужчинам закончилась судом. Как они поделят наследство после ее смерти? Оглашайте решение. Суд принял решение иск о выселении и снятии с регистрационного учета прекращения права пользования удовлетворить. Встречные исковые требования о предоставлении права пользования жилым помещениям оставить без удовлетворения. Согласно статье 203, часть 1 Гражданского партизального кодекса Российской Федерации, суд, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда либо изменить способ и порядок его исполнения. При этом суд должен учитывать все имеющиеся значения фактические обстоятельства, к которым, в частности, могут относиться тяжелые имущественные положения должника, причины, затрудняющие исполнение решения и так далее. Судом установлено, что ответчица проживает в квартире после смерти наследодателя уже довольно длительный срок, более года. И суд считает, что она должна была разумно предусмотреть, что дочь вернется в страну, вступит в наследство и будет требовать освободить жилое помещение. Поэтому суд не находит исключительных обстоятельств для того, чтобы предоставить ответчице право пользования квартирой на какой бы то ни было срок. Также при вынесении данного решения суд учитывает, что у ответчицы в собственности имеется доля в квартире. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Во встречном иске отказать. Я никогда не прощу эту женщину, потому что я считаю, что мою семью разрушила именно она. Поэтому пусть она выметается отсюда. Вообще Дашенька, конечно, совершенно неблагодарная девочка. Ради нее, ради ее семьи я свою жизнь просто загубила, получается. Ухаживала за отцом, за матерью. А в итоге она просто меня выгнала на улицу. Здесь нет банальных разводов. Он не изменяет с кем? Со своей бывшей женой. Здесь каждый день душераздирающие драмы. Он использовал мою четырехкомнатную квартиру для жизни со своей любовницей. С самыми интимными подробностями. Он вообще противный. Ему воняет. Поэтому пойду с ним пересплю. Молодец. Дела судебные. Новые истории. На нашем телеканале. Заявитель утверждает, что жена ведет себя неадекватно и требует ограничить ее в дееспособности. Заинтересованное лицо утверждает, что полностью отдает отчет своим действиям. Я вас слушаю. Евгений Александрович, да? Пожалуйста. Ваша честь, я, Лаврентьев Евгений Александрович, прошу суд ограничить мою жену, Лаврентию Веронику Петровну, в дееспособности. Причина тому – ее психическое состояние, которое сопровождается ее неадекватными действиями. У нас в семье все было хорошо до последнего времени. У нас была работа хорошая, мы зарабатывали нормальные деньги. У нас все было хорошо с жильем. Но буквально последний месяц ее как будто подменили. Она стала раздражительная. Она стала постоянно упрекать в чем-то, подозревать. Касалось это меня. Потом это все перелилось и на мою семью, на мою мать. Да все из-за вас. Мать даже моя прекратила с нами общаться практически из-за нее. Но это ладно. Она потом перешла к действиям. После очередной ссоры, ссоры с ее стороны, опять же, утром я спускаюсь к машине, открываю машину, а там внутри все разгромлено. Там порезаны, вот посмотрите, пожалуйста, сиденья все порезаны. Вот весь пластик там просто в рубцах изрублен. В автосервисе, вот это вот, оценили в 200 тысяч рублей далее. Я был, на два дня уехал в командировку. Возвращаюсь, открываю дверь в квартиру. Электроники нету. Ни телевизора, ни стиральной машины, ни микроволновки, мебели нету, ни дивана, ничего. Захожу в гостиную, опа, посередине гроб. Настоящий похоронный гроб стоит. Я заглядываю внутрь, там две фотографии. Моя фотография и фотография моей мамы. Понимаете? И записка вот. В гробу я вас всех видала. Вот он самый гроб, смотрите. Ну вы спросили ее, зачем ты это сделала? Где мебель? Зачем ты это сделаешь? От нее ничего не добьешься. От нее ничего не добьешься. Да ты меня вообще не понимаешь просто. Сколько раз уже разговоры эти были. Да ладно, ладно. Этому-то всему есть предпосылки. Когда ей было 17 лет, ее поставили на учет психоневрологическим диспансере. Из-за попытки суицида. Женя, как тебе не стыдно? Что такое тут при людях ты рассказываешь? Что вообще-то по секрету тебе было. Я считаю, что это какой-то клинический диагноз. Потому что, ну как, неизвестно, что в последствии, что в будущем от нее просто ожидать. Понимаете? Я переживаю за нее. Я волнуюсь. Поэтому я ей ходатайствую об ограничении ее внеиспособности. Так вы ей ходатайствуете об ограничении или о лишении диспособности? Об ограничении. Об ограничении в деиспособности. Понятно. Документы передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, Вероника Петровна, пожалуйста, я вас слушаю. Вы признаете заявление это? Нет, я не признаю. Ваша честь. Никакая не сумасшедшая. Все у меня с мозгами нормально. А то, что он припомнил эту попытку якобы детского суицида, так это с парнем мы встречались в детском лагере. Давно было. Поссорились. Я таблетки раскидала на постели, притворилась, что выпила. Но ничего я не пила. Ну, тем не менее, вас поставили на учет. Вы должны были позаботиться о том, чтобы потом вас сняли с этого учета. И в любом случае суд сделал бы запрос, и эти обстоятельства узнал. Поэтому упрекать в этом вашего мужа не стоит. Пожалуйста, объясните мне свое поведение, вот эту историю с отсутствием мебели и гробом. Вы это зачем сделали? Они выбили меня из равновесия, Ваша честь. Расскажу сначала. Мы с мужем, с моим, сначала жили в моей двухкомнатной квартире, в моей, которая мне по наследству досталась от родителей. В хорошем месте была квартира. Только они с матерью постоянно меня просили ее поменять на такую же квартиру, но только в другом месте. Зачем? Да потому что льготы. Потом стало понятно. Моя мама пенсионер. У нее льготы. Это все для нашего же блага. А при чем здесь Ваша мама и квартира Вашей жены? И при чем здесь льготы? Просто когда мы переписываем, когда маму что-то там включаем, это же все льготы. То есть у вас была квартира, да, брачная? Да. Ваш муж убедил вас ее продать, и что дальше произошло? Вы купили другую? Мы продали квартиру мою. Купили другую, такую же. Ну, двухкомнатную, в другом месте. И он настоял на том, чтобы я его в собственники вписала. То есть вам квартира теперь это принадлежит по долям? Да. Он говорил, что поближе к маме якобы. Я тогда согласилась. Дурочка была. Ну, что уж сейчас говорить. Хорошо жили тогда. А потом пошло-поехало. Потом купили машину. Так он ее возьми и на мать свою запиши. Говорит, пенсионерка, льготы, налог платить не нужно. И все такое. Это же все для семьи. Да, я тоже согласилась тогда. Ну, поверила. А год назад он пришел ко мне и говорит, у меня для тебя сюрприз, дорогая. Я там накопил денег. Какие-то почтительные бонусы у него были на работе, о которых я не знала. И давай, говорит, купим на эти деньги однокомнатную квартиру. Ну, деньги мы, конечно, еще из нашего вклада взяли. Не только его. Из общего бюджета. Ну, говорит, сдавать будем. Хорошая идея показалась мне тогда, что в семье копейка, как говорится, не лишняя. Вместе ходили, с ним выбирали эту квартиру. И что вы думаете? Я потом узнаю, что он и эту квартиру на свою мать записал. Ну, тут уж простите, мои нервы не выдержали. И вот то, что он вот показал, это вот и есть итог всего того, что он сделал. А мебель-то с бытовой техникой куда дели? Я ее потом вернула. На месте она стоит. А зачем вы ее унесли? Чтобы освободить помещение, что ли? Да, чтобы, так сказать, вот этот антураж. Я хотела эту семейку поставить на место. Обидно мне было очень. И для этого портить нашу общую машину. Какой способ вы неординарный выбрали? Ну, я согласна. Я переборщила, конечно, тогда, но вы тоже меня поймете. И что, какое-то возымело это действие после того, как они вот это увидели? Ну, вот, как видите, действие возымело. То есть действие такое, да? Да. Он меня вообще не понимает. Я ему пытаюсь объяснить. Говорю, ты меня вообще ни с чем оставляешь. Он все про выгоду поговорит. Выгода, выгода. Да только выгода. Для него одного получается. Для него одного. У меня ничего нет. Моей квартиры, моей, которую мне в наследство родители оставили, половина ему ушла. Машина на матери. Квартира тоже на матери. Я что, бесплатный предаток здесь, что ли, в этой семье? Я, между прочим, тоже работаю и зарабатываю не меньше его. Так что я прошу, Ваше честь, в заявлении ему отказать. Ваша честь, моя жена... То есть никакими психическими заболеваниями вы не страдаете? Конечно, не страдаю. Врачи уже давно это подтвердили. У меня есть система. Правильно я вас понимаю, что помимо того, что вы забрали все имущество у своей жены, вы теперь хотите и зарплату ее забирать и распоряжаться ею? Да нет, заблуждается моя жена. Заблуждается в чем? Я хочу, чтобы в семье было все хорошо. Я за нее волнуюсь. А в семье у вас все хорошо, особенно у вас. За ее псих... Это наша общая семья. Мы не хотим разводиться, мы будем дальше жить. Ваша общая семья – это вы и ваша жена. Да. Вы квартиру купили на общие денежные средства, семейные. Да. А зачем оформили на маму? Для льгот. Для каких льгот? Чтобы в нашей семье денег было больше. Чтобы мы меньше тратили. Да обманывает он все. Он просто лишил меня всего. А если ваша мама возьмет и составит завещание на кого-нибудь, на свою подругу, соседку, на эту квартиру, вы сэкономите кучу денег. Не будет мама этого делать. Откуда вы знаете, что будет мама делать, а что не будет? Такие здесь истории. Он еще и о детях говорил, чтобы потом просто уйти к другой женщине, а меня оставить ни с чем. Ну, те денежные средства, которые ваш муж потратил на квартиру мамы, вы можете попробовать в судебном порядке взыскать, так как он распорядился вашими общими супружескими средствами, и можете заявить иск о взыскании половины этих денежных средств. Вот вы как раз сэкономите очень хорошо на этом. Если, конечно, он не согласится вернуть имущество в семью. Согласится. Документы передайте, пожалуйста, через судебного пристава. Так, вы ходили к врачу и сделали самостоятельно освидетельствование, да? Да. Так. Может управлять транспортным средством, права и выписки на недвижимость. Все, да. Было ваше, как говорится, стало мамино. Суд оглашает заключение психолого-психиатрической экспертизы по делу. По мнению специалистов, Лаврентьева Вероника Павловна психическими заболеваниями не страдает, отдает. Отчет в своем действии может руководить ими без посторонней помощи. Это заключение экспертизы и также имеется заключение органов опеки попечительства, которые оставляют разрешение этого заявления на усмотрение суда в соответствии с выводами экспертов. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. А интима у нее с ними, конечно, не было. Спала она только со мной. Со мной она спала. Нет, голубчики, я ее законную супругу. И все было у нас как положено. А вот и не подеретесь. Сильная женщина содержала трех мужчин. Двух мужей, бывшего и нынешнего, и молодого любовника. Что произошло с нахлебниками после ее смерти, узнаем в суде. Оглашается решение. Суд принял решение заявление о признании Лаврентьевой Вероники Петровны ограниченной дееспособной оставить без удовлетворения. В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими, лишь при помощи других лиц может быть ограничен судом дееспособности в порядке, установленном гражданском процессуальным законодательством. И в этом случае над ним устанавливается попечительство. В порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании гражданина ограниченно дееспособным, при наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина, назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Так как ответчица состояла на учете в психоневрологическом диспансере, соответственно, суд назначил такую экспертизу. И по результатам данной экспертизы Лаврентьева Вероника Петровна психическим заболеванием не страдает, отдает отчет своим действиям, может руководить ими без посторонней помощи. Исходя из чего, у суда нет оснований для ограничения ее в дееспособности. Данное экспертное заключение выполнено в специализированном медицинском учреждении специалистами, которые предупреждены об уголовной ответственности. И само заключение составлено с соблюдением всех норм гражданского процессуального законодательства. Исходя из сказанного, заявление оставлено без удовлетворения. Ну вы поняли, что я вам сказала? Вы уж поборитесь как-то за свои права, верните свое имущество. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Я переживаю за свою жену. Я боюсь за ее здоровье психическое. Конечно, она перегнула палку своими действиями. Я хочу ее понять и думаю, у нас в семье все будет хорошо. Я обязательно воспользуюсь советом судьи. С мужем я разводиться не собираюсь, но все свои вопросы по недвижимости я буду решать в суде. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Я платила, я хочу забрать свое. Не перебивай, мать! Если вы не можете вернуть свои деньги. Вот, пожалуйста, 150 тысяч можешь пересчитать. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Кристина, опомнись, блин! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Люблю свою работу. Это бесплатно. Истцы хотят получить долю наследства своей любовницы. Ответчик считает, что на наследство имеет право только он, как муж умершей. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь. Представьтесь. Я Шилов Сергей Владимирович. Угу. Прошу о выделении обязательной доли в наследстве моей фактически жены, Анфилова Людмила Васильевна. Дело в том, что последние полтора года я жил и был зарегистрирован в ее квартире на ее полном иждивении, являясь инвалидом второй группы по сахарному диабету. То есть вы считаете себя иждивенцем умершим? Да, я считаю себя иждивенцем. Дело в том, что, Ваша честь, 13 лет до этого мы были, жили душа в душу с моей бывшей супругой. Вот. Пока между нами не прибежала какая-то черная кошка. И стали мы часто расходиться во мнениях и развелись. Но любовь не ушла до конца. Во всяком случае, у меня. И я надеялся, что и моя бывшая жена это осознает. Но потом и она замуж успела выйти за этого человека. Но захотела снова, чтобы мы были вместе, даже несмотря на него. И даже вернула меня к себе в квартиру, прописала снова. И мы стали жить, ну, втроем. Кто-то пришел и напросился. Все ушло к тому, что она разведется с ним и мы будем снова вместе. Но не успели. Она случайно как-то вот заболела пневмонией и смертельно, скоропостижно скончалась. Поэтому вот в этой ситуации я и прошу, обращаясь к суду о выделении этой доли, потому что считаю себя ижневенцем и считаю, что я действительно имею право на эту обязательную долю. А у нее все-таки солидное наследство. Это и двухкомнатная квартира. И она говорила, что у нее накопление 3 миллиона в банке. И вы знаете, ваша честь, я же как инвалид по сахарному диабету работать нигде не могу, а пенсия у меня копейки. А очень все дорого. И она все оплачивала мне. У меня вот все доказательства я могу вам представить. И говорила она мне, что да, действительно, вот-вот и расстанется она с этим неудачником, писателем ее мужем. Лучше инвалида за хребтом нести, да, как хомут? Поэтому вот прошу суд учесть этот момент и помочь мне. Документы передайте, пожалуйста. То есть вы были зарегистрированы в квартире, а вы проживали или не проживали? Проживал полтора года, ваша честь. Там есть все свидетельства. А чем вы можете подтвердить, что вы находились на иждивении? А знаете, дело в том, что вот там предоставлена выписка из-за ее счета, какие деньги она мне тратила. Это очень большие суммы. Какие деньги она на вас тратила? Медицинские услуги? Медицинские услуги, да, врачей. Еду покупала мне, я питался за ее счет. Конечно же. Еду покупала или каждый месяц перечисляла вам определенную сумму денежную? И сумму перечисляла, и еду покупала. То есть был все, полный набор. Какую сумму она перечисляла? С ее стороны действий. Ты белины объелся. Какую сумму она перечисляла? Бог с тобой. Так, вас поняла. Пожалуйста, второй истец. Здравствуйте, ваша честь. Меня зовут Купянов Матвей Алексеевич. И это я должен быть наследником Людочки. Ведь я ее оправданный иждивенец. Мне 22 года. Я студент дневного отделения вуза. И два года назад мы познакомились с Людочкой в кафе на стендапе. Вы сейчас об умершей говорите? Конечно. Два года назад мы познакомились, и мы словно были на одной волне. Меня не смущала разница в возрасте. Мы пили вместе вино, вместе читали друг другу стихи, пинали осенние листья. Что вы делали? Пинали осенние листья. Она снимала мне квартиру. У меня есть договор аренды квартиры в доказательство. Также давала мне на карманные расходы порядком 30 тысяч. Но иногда я также оставался у нее ночевать. Где? У них в квартире. Вот вместе с этими двумя мужчинами? Да. Это было не так часто. Ужас. Боже мой, этот бред какой-то. Вот тогда она оставалась. И это было потому, что меня некому было поддержать. Моя мать давно умерла, а отчему было пофиг на меня. Я хотел закончить институт, устроиться на работу и содержать нашу семью. Отлично. Он собрался содержать семью молодой специалист будет содержать семью. Мы бы поженились с Людочкой. А куда деть мужчину? Наивный. Она постоянно жаловалась мне, что бывший муж у нее только сделал, что сидел на шее. Сидел на шее у нее. У него мнимые болезни. Я смотрю, вы все здесь хороши. Какие можете представить суду доказательства, что вы являлись издевентцем умершей? У меня есть договор аренды квартиры. Но она меня содержала полностью. Одежду мне покупала. Кормила меня. В один момент бывший муж попросился к ней домой под предлогом пройти столичных врачей. Но она его приняла, конечно, понимает, что куда он пойдет. Тому она объяснила, что он ей не чужой человек. Вот и жили они втроем под одной крышей. А интима у нее с ними, конечно, не было. Спала она только со мной. Со мной она спала. Со мной. Нет, голубчики. Я ее законный супруг. И все было у нас как положено. Я был в шоке от этой ситуации. А вот и не подеретесь. Я надеялся, что Людочка поймет, что этот писатель, блин, никчемный человек. Видимо, вы так ее достали, что она просто решила уйти от вас, от всех. Этот ее писатель никчемнейший человек. Передайте документы через судебного пристава. Студентишка. Так, справка представлена, что Матвей Алексеевич Купянов обучается в институте. Дочная форма. Договор найма жилого помещения. Так, заключено, да, заключено умерший на аренду квартиры и выписка из банка. Еще и содержание. Ну и как часто вам перечислял денежные средства умершие? Каждый месяц порядком 30 тысяч рублей на карманные расходы. Понятно. Я получал от юбочки. Тормаед. Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Анфила Светлана Михайловича, ваша честь. Ну, это черт и что. Какие они иждивенцы, ваша честь. Мужчины, вы с ума посходили. В прямом и переносном смысле. Потому что я законный муж, Людочки. Я. Вот свидетельство о заключении брака. Это никто не оспаривает. И я ее законный наследник. Да, с Сергеем они были в браке, они развелись. И согласно соглашению о разделе имущества, который Сергей подписал добровольно и спокойно, он получил от Люды 2,5 миллиона рублей за квартиру, которая осталась в ее собственности. Хотя она покупалась на людины деньги. Но в суде это было бы доказывать достаточно проблематично. Он получил эти деньги, и нам казалось с Людой, что он ушел. Далеко, надолго и оставит нас в покое. Но он промотал все эти деньги, ваша честь. И сел на шею своей маме. Ты так откуда знаешь? У Люды были очень хорошие отношения с твоей мамой, Сергей. И от нее мы, собственно, это и знаем. И тянул из мамы пенсию вдобавок к своей. Могу, рекарства ему нужны дорогие врачи, высокооплачиваемые, столичные исключительно. А когда маме это надоело, она выперла тебя вон. И он не нашел ничего лучшего, как приехать и упасть в ножки Людочки. Вот именно. Да. Ты вообще не лезь. Люда разрешила ему жить с нами. Но только из-за того, что ему явители нужны врачи. Любила она меня. Она любила меня. И по любви она за меня замуж вышла. Да, как он говорит, она оплачиваемую врачей. Но это были какие-то разовые, скажем так, акции. Каждый день? Каждый день она ничего не оплачивала. Каждый день ты пил таблетки, которые покупал из своего кармана. Но вы выписку представили не на каждый день. Здесь оплачено просто несколько договоров о показаниях медицинских услуг. И он именно и настаивал, чтобы именно этих врачей он посещал. И именно к этим врачам направляли его на консультацию. Это бред какой-то. Мало того, второй персонаж был мне представлен вообще как родственник, племянник. И на правах родственника он нас периодически оставался ночевать. Но это же просто верх цинизма, что этот человек спал с моей женой в нашей квартире, в моем присутствии. И просто фантастическая для меня новость, что она, оказывается, ему еще и снимала квартиру. И деньги ему давала на жилье. Он студенточник, получающий стипендию, обучающийся на бюджете, жил практически, получается, с его слов, за счет моей жены. Не так уж много она не давала. Ответчик, а что все это время вы делали? Нет, ну понимаете, я творческий человек. Я работаю над книгой. Но вы всего вот этого не замечали, что ли? Сначала я не вдавался в подробности происходящего. Но это просто ужас какой-то. И мало того, собственно, иногда он торчал у нас неделями. Он это кто? Ел мою еду. Он, Матвей. Он это кто, их двое? Нет, Матвей. Который племянник? Племянник, да. Ел мою еду. Вы не племянник? Нет. Собственно говоря, за такую посещаемость, если бы он действительно где-то учился, на очном отделении, на бюджете, его давно бы уже отчислили. Да вот справка представлена, что обучается. Да, ну простите, какая посещаемость, если он торчит неделю, полторы? Ну давайте мы сейчас проверим посещаемость, еще зачетку попросим предъявить. Так вы сами нахлебник. И проведем здесь экзамен. Каким нахлебником, голубчи? Каким нахлебником? Мне периодически перечисляют гонорары за предыдущие книги. Вообще, ваша честь. Так, истец, так вы кто? Нахлебник или иждивенец? Я претендую на иждивенца. Иждивенец. Ваша честь. Ну вот, как понять простому обывателю, студенту, инвалиду и так далее, что такое книга? Это ведь как ребенок. Ее надо родить. Ну не три же года рожать эту книгу. Можно быть беременным замыслом, фигурально выражаясь, чтобы срастить все сюжетные ходы. Вот ты и сам нахлебник. Я не нахлебник. Я уже сказал, что я получал периодические гонорары за предыдущие книги. И когда бы я ее закончил и опубликовал, мы с Людочкой были бы счастливы, потому что она понимала, что я великий писатель. И любила она меня, а не этих двух дармоедов. Меня она любила. Да, конечно, тебя любила. А ты из нее деньги тюнул на таблетку, еще на что-то. Тишина. Тишина. Передайте, пожалуйста, документы. Прошу вас. Свидетельство о браке. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Суд принял решение иск об установлении факта нахождения на иждивении у умершей и признании права собственности в порядке наследования по закону оставить без удовлетворения. В судебном заседании установлено, что Шилов Сергей Владимирович последние полтора года проживал с наследодательницей и был зарегистрирован в ее квартире. Однако суд считает, что истец не представил объективных доказательств того, что он был на иждивении у умершей. Представленные документы об оплате медицинских услуг не свидетельствуют о том, что он получал от наследодательницы полное содержание. Что касается второго истца, то в судебном заседании установлено, что заявитель Купианов Матвей Алексеевич не проживал с наследодателем и не был зарегистрирован в ее квартире. Исходя из сказанного, суд не находит оснований для удовлетворения исков. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Ну и пусть я не иждивенец, зато любила Люся только меня. Да в смысле тебя? Меня она только любила, про вас говорила, что вы... Эти дармоеды получили по заслугам и теперь пойдут работать. А я спокойно закончу книгу в память о Люсе в своей квартире. Дела судебные новые истории. Настоящая школа жизни каждый день на нашем телеканале. Мама-то была права на самом деле, что Валера... Мама всегда права у нас, конечно. Очень важные подробности о том, как развестись. Я настоящий великолепный Роганойсовский. Нет, я так и хочу, и только развод. Поделить имущество. Костями лягу, но дачу не отдам ему. Сейчас ляжешь, костями. Получить наследство. А какое ты имеешь право на мое наследство? Я в конце концов жива еще? Каждый, кто смотрит, знает, как защищать свои права.